Сегодня мы приехали в гости на радиостанцию Актоберадио, где Ника Гордеева, радиоведущая, с радостью нас поприветствовала. Здравствуй еще раз. Ни для кого не секрет, что в этом году Актоберадио отмечает свое 15-летие. Скажи, какие сюрпризы вы приготовили для своих радиослушателей? Да, действительно, в этом году нам исполняется 15 лет, и по этому поводу мы приготовили много новых программ и подарков. Но сегодня все карты раскрывать не буду, просто скажу, следите за эфиром на волне 101.4 FM и будете в курсе. Ну, я уже вижу, что подарки не только вы приготовили для своих слушателей, слушатели сами уже дарят вам подарки. Покажи, что вы дарили. Да, это действительно так. Это очень интересно. Мы гордимся очень этим подарком. Радиослушатель сам собственноручно сделал цифру 15. Очень приятно получить такой подарок. Это очень дорогого стоит. Человек вкладывал душу во все это дело. Ну, тут даже сзади у нас есть отдельная такая страничка для поздравлений, даже отдельный блок страниц, где пишут поздравления наши радиослушатели. Это останется на нашей радиостанции и будет как память. Через многие-многие годы мы увидим, что когда-то нам было 15 лет, и вот что нам подарил радиослушатель. Но это не первый раз нам такое вот творчество собственноручное наших радиослушателей. Вот уже на протяжении 15 лет Актоберадио радует всех, кто настроен на волну 101.4 FM. Знакомые голоса радиоведущих и разбудят, и спать уложат, и расскажут много чего интересного о том, что происходит не только в городе, но и за его пределами. А музыкальный редактор подберет специально для каждого хорошую и качественную музыку. Если разбирать формат вещания по часам, по дню, там, утром, в обед, вечером, какая должна быть музыка. Естественно, утром это более ритмичная музыка, двигающая людей. Уже ближе к обеду это, само собой, музыкальная терапия, она должна способствовать пищеварению. Ну, естественно, уже колотящих таких ритмов уже услышать. Бывают какие-то проблески, яркие пятна, это тоже всегда везде есть, как бы человека немножко растормошить. Сплеск идет, когда человек выходит с работы, да, выходит с работы, едет домой, чего-то такого тоже охота двигающего. Ну, тут уже вечером тоже более-менее такая темповая музыка, потяжелее, но уже заводящая тоже с 8 и до 9-10 часов. Там уже мелодичная музыка, успокаивающая музыка, когда человек уже занимается домашними делами, может, он по своим каким-то делам ездит на своем автомобиле. Все-таки уже что-то то, что настраивает на спокойствие. То есть мы к ночи приближаемся, да, ночь вот по нашим биологическим часам должна успокаивать. Плейлист «Октоберадио» обновляется ежечасно. Здесь собрана вся коллекция качественной и проверенной годами музыки, начиная от классиков и заканчивая музыкой, которая способна лечить и благотворно влиять на человека. Просто тишина. Это музыка. И какой-то пласт нашей земли, нашего населения, возможно, и слушает такое, правильно же? Много же замороченных людей. Ну, куда? И «Ох, да, я услышал, классная музыка». А там на самом деле-то ничего нету. Не, ну какие-то, наверное, всплески музыкальные идут, да? Что-то там прочувствуется. Наверное, тонкий человек, который тонко ощущает музыку, он это услышит. Ну, опять-таки, музыкальная терапия. Может, кому-то интересны какие-то космические звуки, звуки природы. Звуки природы тоже у нас есть. Качественная музыка – это не единственное, что составляет успех радиостанции вот уже на протяжении 15 лет. Заслуги и труд коллектива «Октоберадио» во главе с программным директором Сергеем Довгалюком также играют немалую роль. Но это уже совсем другая история. Руслан Газдаров и Элтенбек Даутов. Специально для программы «Твое утро». Руслан Газдаров и Элтенбек Даутов.